В Украине сегодня день медика, но и в праздник. Медработники с тревогой говорят о предстоящих новациях. В стране вот-вот стартует медреформа. Сегодня медиков чествовали во многих регионах, а в Черкасской области сотрудники сельских ФАПов и райбольниц получили своеобразный подарок. Продолжат наши корреспонденты. Такое количество пассажиров в Черкасском речпорту уже давно стало нормой. От начала и до закрытия навигационного сезона горожан катает прогулочный катер. Но сегодня и транспорт особенный, и пассажиры непростые. Старенькой речной ракете забронированы для медперсонала сельских ФАПов и райбольниц. Эту прогулку как подарок к профессиональному празднику для 130 медиков организовал нардеп Сергей Рудык. Он и сам не против прокатиться на ракете. Но часовой вояж по Днепру едва не сорвала погода. В считанные секунды щель сменился штормом. Но похоже, медработников это не испугало. Даже в такие минуты их больше страшит неизвестность грядущей медреформы, проект которой Рада проголосовала накануне. Грядущая реформа, говорит Сергей Рудык, ориентирована сугубо на пациента, а у медперсоналей не подумали. Согласно законопроекту, финансирование медучреждений будет зависеть от количества больных. Сельские ФАПы и скорая помощь в гонке за пациентами проигрывают районным и городским больницам. ФАП, в лучшем случае, получает финансирование на биовыживание, на обеспечение коммунальных постов. Что делать с швидкой допомогой? Как в швидкой допомоге стимулировать количество пациентов, которые до них должны вернуться за надание постов. Что вы что? Сидите и молитесь. Сегодня в неформальной обстановке, выслушав медиков, Нардеп планирует уже на следующем заседании Рады донести их мнение народным депутатам. Виктор Ткачук, Вячеслав Медведев, подробности телеканал Интер, Черкассы.